На 5-е место я бы поставил поражение Чикаго в первом раунде от Вашингтона. Даже не сам факт поражения, а то, что они проиграли дома все три игры, то, что они не демонстрировали тот уровень баскетбола, который могут, ту жажду борьбы, которую всегда показывают подопечные Тибада. И я ожидал от Чикаго в этом плей-офф намного большего. На 4-е место я бы поставил очередной вылет Криса Пола и пролет мимо финала конференции. Сейчас, как никогда, опять актуальный разговор о том, кто является лучшим разыгравающим лиги. И далеко не факт, что большинство болельщиков назовет Криса Пола. На 3-е место я бы поставил полное отсутствие какой-либо борьбы и альтернативы Майами на Востоке. Да, это не ново, это было и раньше, в Майами и в прошлом, и позапрошлом году, проходил до финала практически без борьбы. Но в этом году мы ожидали намного большего. В первую очередь от Индианы, которая получила преимущество от своей площадки, но оказать достойной борьбы Майами она не сумела. На 2-м месте этого рейтинга я бы поставил Джеймса Хардена и его поведение во время решающего тайм-аута 6-го матча против Портленда. Когда он перебил главного тренера Кевина Макхейла, сам стал рассказывать игрокам, где и кому надо стоять, и мы увидели, чем это закончилось. Лилард спокойным шагом вышел на открытый бросок и решил исход серии в пользу Портленда. На первое место я бы поставил удар Зака Рендольфа Стивена Адамса в 6-м матче серии Мемфиса против Оклахомы, который, возможно, лишил нас одного из лучших седьмых матчей в истории плей-офф.